Июль 2020 года неожиданно стал порой ЕГЭ для российских школьников и будущих студентов. В этом году ЕГЭ сдают Алина Загитова, Александра Байкова, Софья Самодурова и многие другие. Спортэкспресс вместе с российским фигуристом Ильей Мироновым провел эксперимент. Сразу после первенства России, через 15 минут после проката, мы дали Илье реальный вариант ЕГЭ по математике. За сколько минут он его решил, вы узнаете из этого видео, и пусть оно будет некоторым напутствием для тех, кто будет сдавать ЕГЭ по математике и другим предметам в этом году. Всем привет, ребята! Со мной сейчас находится Илья Миронов, российский фигурист. Только что откатал на первенстве России серебряный призер юношеских олимпийских фигур финала Гран-при. И, Илья, насколько я знаю, ты учишься на Мехмате. Я учусь на Мехмате, я там числюсь, но ушел в академический отпуск в связи с подготовкой к юношескому олимпийскому году. Ну, то есть, но при этом ты вот все эти, как, последние годы ты готовился, ты параллельно учился и так далее? Я участвовал в различных олимпиадах, в физтех, в Ломоносов. Я на региональные туры отбирался, в Российской Олимпиаде. Дальше не доходило, например, потому что в прошлом году у меня совпали по срокам переористов России, и это региональный этап математики. Я, получается, я приехал в 3 часа ночи, в 3 часа ночи, и в 9 утра у меня мама позвонила, по-моему, в Министерство образований, и попросила, чтобы я хотя бы написал один из дней в Перми, и я в 9 утра был в ПГУ, в Первом государственном университете. Но я понимал, что я там хорошо не напишу, то есть я написал две задачки из пяти за день, и, в принципе, это был домичный день, но опыт прикольнее. Но в Перми, зато он сложился стартами в прошлом году на Перми, в России. Как ты умудряешься это вообще совмещать? У тебя норан, или ты хочешь продолжать как бы совмещать, пытаться? Ну, пытаться, во-первых, пытаться-то точно стоит, если есть такая возможность. Плюс у меня оба родителя имеют физмат-образование, у отца два образования, одно из которых в школу МГУ, оба родителя окончены в ФТИ, плюс у мамы красный диплом, и она преподает, она кандидат экономических наук, преподает в высшей школе экономики. Это мы уважаем, да, учился там. Тут еще недавно выяснилось, что у меня, оказывается, здесь, в Мордовии, прабабушка посвятила всю свою жизнь местному театру, и получается, что у меня в генах есть вот какие-то нематематические звена. Я был рад, когда ты об этом узнал. Да, ребята, история такая, что мы, Илье, вот он откатался, мы 15 назад, мы очень нагло поступили, распечатали бланк ЕГЭ, реальный, абсолютно, прошлого года, и сейчас попробуем засечь, что быстрее, как бы, можно сделать, да, решить, сколько из заданий можно успеть решить из бланка, из части Б ЕГЭ по математике за время произвольной программы, которую катает Илья Миронов с Дианой Мухамедзианой. Так, русский Нейтан Чен, Илья Миронов, решает реальный, ребята, реальный вариант ЕГЭ. Мы решили суммировать короткую рейсбольную программу, получается 6 минут 30 секунд. Ну, давай, Илью, что? Раз, два, три, поехали. Ты только озвучивай, да, я не знаю, задание или как-то так, чтобы люди понимали. Может, не столько, может, потом... Ну, давай. Да, это правильный ответ. 20 секунд. 5 из 5, да. Надо было часть С, короче, перетащить сюда. И без секс, как бы не готов. Это я напомню, ребят, что это через 15 минут после проката на первом Стрессии происходит все. Короткая уже потихоньку заканчивается. Хорошо уже. Последние элементы. Как вообще ощущения, ты вот думал, что меньше будешь помнить, скажем так, потому что у тебя вообще сейчас на раз-два? Я думал, я не думал. Сейчас я напрягусь немного. Сейчас, ладно, пока я подумаю еще. Сколько раз умеется объем фон? Так, конечно, 20 раз. Чипа, любимость. Да, правильно. А вот эти задачи любимые про на расстояние? Нет, я вот это думаю. Я забыл формулу производной, я дебил. Сейчас такие люди у экрана, да? Формула производной. Как же это делать? Нечто просто нечто. Система уравнений, да, там? Да нет, я в квадратном уравнении просто сбился немножко. Не бьется? Я сбился, по-моему. А, нет. Там круглое число должно получиться, по-моему. Ну, хорошее число должно получиться, оно и получится, собственно. У всех награждает, я математику решаю. Звони, пожалуйста. Да, нечестно. Не, оно было близко к медалям, к медалям было близко, реально. И хватило чуть-чуть. Да, тоже правильно, да. Так, ну минута, оно все равно, слушай, 7 из 12, по-моему. А, блин, я туплю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, тоже правильно. Что, 30 секунд? Что-то еще можно петь? Все у тебя? А я, нет, у меня два задания, вот, ну, вот это я могу вспомнить, да, и, собственно, да. Слушай, ну, все равно, 10 из 12, ну, давай, 20 секунд, ладно, ведро. Ну, как это делается на ЕГЭП? На глазок. Ну, такой себе на глазок, знаете. Не, ладно, просто уже дорешаю сейчас. Закончу? Да, ну все, стоп, слушай, ну, 10 из 12 за 6,5 минут, а, по-моему, на ЕГЭ дается 4 часа, да? Да, то есть обычно эта часть решается минут за 10-15, но, по-моему, у меня на ЕГЭ, у меня вся часть за 10 минут, у меня осталось, нет, 3,40 дается, и, получается, у меня осталось 3,30 на вторую часть. Это офигеть просто. То есть там остается в основном задание номер, обычно остается геометрия, 16-е задание, 19-е задание. Да, у меня или не 2 и остались. В чем секрет, то есть как умудряешься совмещать спорт и учебу, науку, не знаю? Ну, мне активно помогают родители, в частности, мама, а так, они учат меня правильно распределять время. Вообще, занятие чем-то другим помогает, так сказать, занятие чем-то другим помогает отвлекаться от проблем в фигурном катании, и, в принципе, это даже как-то удобно. Все, спасибо большое, Илья, спасибо, это было круто. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok